Привет всем! И сегодня прекрасное время. Я верю, что в эти несколько минут ты получишь что-то хорошее для себя. Дорогие друзья, сегодня хочу сказать пару слов о семье. Вы знаете, вот я думаю сегодня сказать о трех пунктах, которые, вещи, которые не нужно делать в своей семье. Вы готовы послушать? Я считаю, что первый пункт таков. Никогда не пытайтесь изменить друг друга. Постарайтесь понять это, что это бесполезное дело. Вы никогда не измените своего партнера. Ты не изменишь своего мужа, дорогой мужчина. Ты не изменишь свою жену. Это все будет приводить только к скандалам, конфликтам. Все, что нужно сделать, это принять человека таким, какой он есть. Люди к этому приходят спустя 20 лет, 30 лет. Но, вы знаете, если вы мудрый человек, вы можете просто услышать то, что я говорю. И вам не нужны 10-20 лет. Вы можете прямо сейчас это понять. И этот пункт очень важен. Потому что, когда люди, они вступают в брак, они сталкиваются с той стороной человека, которую они не видели до брака. И что происходит? У них есть стереотип, образ того, каким должен быть муж. У них есть стереотип и образ того, какой должна быть жена. Что она должна делать, как себя вести, как она должна реагировать и так далее и тому подобное. Вот эти стереотипы и образы являются вашими врагами. Они должны в один момент быть сокрушены. И вы должны понять, что не будет все так, как вы себе представляли. Нужно понять, что Бог дал вам вашу половину. И ваша задача не изменять эту половину, а принять эту половину. Принять как дар Божий. Есть ли у этого человека недостатки? Есть ли у твоей жены недостатки? Или у мужа? Да, конечно, есть. Если они у тебя есть, то, конечно же, и у нее есть. Ну, принимаю ли я ее такой? Ведь любовь, она выражается в том, что я принимаю человека и люблю его с его недостатками. Когда я люблю человека только за то, что он такой хороший? Это не любовь. Это вообще не проверенная любовь. Это фальшивая любовь. Это подделка. Настоящая любовь. Это та любовь, которая проверяется в испытаниях. Когда вы видите, может, недостатки, ошибки, а может, даже очень плохие поступки, которые совершил ваш муж или ваша жена. Но вы все равно любите. И вы знаете что? Есть такое выражение, есть такая песня. Я всегда ценю эти слова. Не отрекаются, любя. И если вы любите своего мужа, если вы любите свою жену, вы никогда не отречетесь, что бы ни случилось. Вы будете бороться за них. Вы будете стараться сделать все возможное, чтобы ваша жена, чтобы ваш муж, они знали, что вы не хотите их менять, что вы принимаете их такими, какие они есть. На какие-то изменения, друзья, человеку надо дать время. И он сам изменится. Мы хотим все сразу, но нужно дать время. На что-то уйдет год, на что-то пять, а на что-то десять или двадцать. Но наше терпение – это и есть любовь. Любовь долго терпит. Любовь милосердствует. Любовь, она всегда пребывает. Поэтому первый пункт, который нужно знать, когда вы вступаете в брак. А если вы уже давно в браке, и вы как раз занимаетесь этим, пытаетесь изменить друг друга, знайте. Первое правило, первый пункт – то, чего нельзя делать никогда. Не меняйте друг друга. Не пытайтесь друг друга изменить. Потому что это бесполезно. В следующей передаче я расскажу о втором пункте. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова